Маски, антисептики, бесконтактные термометры. Именно так в этом году встречали участников диктанта победы. Акция прошла на трех площадках города, одна из них – лицей номер два. Сначала регистрация участников и вручение им в подарок памятных блокнотов, а затем интересная выставка от Центра патриотического воспитания НАБАД. Все желающие ознакомились с предметами, найденными при раскопках. Осмотрел экспозицию и депутат Госдумы Николай Панков, который приехал в лицей, чтобы написать диктант победы. Во всей стране проходит единый диктант, диктант победы. Уже не первый раз я участвую в нем, здесь, в городе Балакова. У нас открыто на территории области много площадок, где одно из условий – это патриотическое воспитание наших детей, это история тех военных событий, какие были в Великую Отечественную войну. Проверить свои знания в истории Великой Отечественной войны в этом году захотели несколько десятков человек. Зал лицея собрал около 50 балаковцев. Участники с нетерпением ждали начала диктанта. Знания военных фильмов, стихотворений, памятников – все это пригодилось. Интересные вопросы по истории заставили поразмышлять даже прошлогоднего победителя диктанта победы Евгения Быстрова. В этом году задания были, надо сказать, сложнее, это, в принципе, объяснимо, потому что в этом году гораздо больше такой масштаб, объем участников, прямо в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Надо сказать, тоже в этом году поразнообразнее, чем в прошлом. То есть тогда очень большой упор был на художественную культуру, там были стихотворения, были фильмы и так далее. В этом году это тоже, конечно, присутствовало, но сегодня были вопросы, которые и на знание современных каких-то тоже культурных реалий, мемориалов современных, и на знание более такой точечной глубокой истории, то есть какие-то конкретные эпизоды. Несколько вопросов прямо так заставили призадуматься. Сейчас даже интересно будет проверить, правильно я ответил или нет. По времени диктант проходил 45 минут, но многие выполнили задания досрочно. Участники акции выходили из зала задумчивые. Вопросы оказались действительно сложными. И каждому теперь хотелось поскорее узнать ответы. Кто-то благодаря диктанту победы открыл для себя что-то новое, а кто-то просто проверил свои знания. Ведь для участников результат не главное. Здесь не знать на 5 задачи. Здесь задача вспомнить события и, назовем так, понять, что есть еще какие-то фильмы, которые стоит посмотреть, да и просто знать историю своей родины, особенно историю Великой Отечественной войны. Для балаковцев традиционная акция «Диктант Победы» стала одной из любимых. С каждым годом ее масштаб растет. По результатам диктанта выберут лучших участников акции, которые получат приглашение на парад победы следующего года.